Всем привет! С вами канал Техно Мастер и сегодня у нас будет обзор на самые популярные стекла, которые можно заказать с Алиэкспресс для айфонов. Что мы будем делать в ходе сегодняшнего теста? Первое. Наклеим и посмотрим, как стекло будет прилегать к экрану. Потом проверим, насколько стекло устойчиво к царапинам. И третье. Мы проверим, насколько качественное это стекло. Тестировать мы будем на айфоне 7, но стекла, которые продаются у продавцов с Алиэкспресс, есть абсолютно разные айфоны. Ссылочки на все стекла будут в описании. Хочется сказать, что айфон, который мы используем, он с родным экраном, он не раз не вскрывался, соответственно, у него идеально ровная поверхность, поэтому стекла на такие айфоны наклеить намного легче. Если вы когда-то меняли экран и экран стоит неравной, то имейте в виду, такие стекла, как 9D, 15D или 30D, могут работать не очень хорошо. Бывает хорошо, а бывает не очень хорошо. Бывает не плотно прилегают. Будьте к этому готовы. Ну а мы начинаем наш обзор. Наклеили первое стекло. В целом легло достаточно хорошо оно, но проблема какая, по краям до конца не прилегает. И что бы я ни делал, прижать до конца так и не получилось. Несколько царапин есть, но не критично и в целом неплохо. Как видно, даже при аккуратном снятии стекло уже треснуло. И, как показывает практика, со временем достаточно быстро начинают отходить края, крошатся в этой части. Конечно, это дешевое стекло, но очень даже недолговечное. Приступаем к стеклу номер два. Как мы увидели, все наклеилось красиво, ровненько. Даже если по краям где-то что-то не проклеилось, из-за того, что здесь рамки, этого глазами не видно. В целом приятно, красиво. И давайте посмотрим, насколько оно устойчиво к царапинам. Как я ни старался его процрапать, практически не получилось. Легкие следы от царапин, такие легкие-легкие, они остались. Но когда протер салфеточкой, практически все исчезло. Это приятно. Ну, а теперь проверим, насколько оно крепкое. Мы видим, что при снятии стекло осталось целым. И это большой плюс. Ну, что ж, приступим. Хоть бы что. Я прям реально с размаха уже ударил. У меня даже вера начала пропадать в то, что это стекло разобьется. Оно, конечно, разбилось, но удар уже был очень приличным. Переходим к варианту номер три. Это даже, видимо, не стекло. Это как будто что-то пластиковое. Смотрите, как гнется. Посмотрим, посмотрим. Я реально что-то такого не видел сам еще. В общем, какие-то противоречивые чувства у меня в отношении от Расти Клаб. Объясню почему. Наклеилось оно хорошо, закрывается полностью весь экран. Это плюс. Но окантовки очень слабые. Пока я разглаживал стекло, через салфетку я эти окантовки процарапал. А, ребят, это защитная пленка. Это просто защитная пленка. На самом деле все очень даже красивенько. Легло хорошо, приклелось хорошо. Претензий в этом никаких нет. Теперь давайте потестируем, насколько оно устойчиво к царапинам. Претензий в этом месте. Я удивлен, потому что все наши попытки поцарапать здесь стекло ничем не увенчались. Царапин было очень много, но когда протерто все салфеткой, вообще ни следа. Единственное, что когда шило попало в эту окантовку, оно здесь оставило небольшую царапину. И все. Теперь снимаем стекло и проверяем его на прочность. В процессе снятия это стекло от тресного, но тресного именно в том месте, где была царапина. Удивительно, насколько это стекло мягкое, смотрите. Не передать. Да, мы его тоже разбили, но тоже это было непросто. Просто все-таки видно, что это стекло, просто как-то у нас сделано, что он прям мега мягкое какое-то, гибкое. Оно мега устойчивое к царапинам, оно хорошо прилегает к экрану. Единственное, не до конца понятно, вот эти резиновые окантовки, как они себя в будущем поведут, насколько это удобно будет, насколько хорошо будет одеваться чехол. Поэтому, если вы уже пользуетесь таким стеклом, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением в комментариях. Нам будет интересно. А мы переходим дальше. Следующее стекло 9D. В комплекте идет вот такая салфеточка. Все красиво, приятно. Приклеиваем. Наклеилось это стекло хорошо, практически само приклеилось. Лишь немножко нужно было помочь, чтобы окантовки тоже приклеились. По ощущениям очень приятное, хорошее. А теперь давайте посмотрим, насколько оно устойчиво к царапинам и к ударам. Царапин практически нет вообще. Буквально только одна царапинка, небольшая, появилась. Но в процессе того, как я его хотел буквально немножко согнуть, оно у меня уже сломалось. Но, тем не менее, мы все равно по нему постучим. Разбилась она тоже нелегко. Тоже пришлось приложить немалые усилия. В целом, стекло хорошее, прилегает хорошо, к царапинам устойчиво, но особо ничем не отличается от нашего предыдущего стекла. А мы переходим дальше. 11D. Наклеиваем. Все наклеилось хорошо, красиво. Единственное, что могу отметить, пришлось немного повозиться с тем, чтобы выгнать все пузыри по краям. И на одном месте уже раза четыре я пытался выгнать пузырь, он появляется и появляется. Ну, в остальном, вроде бы, все хорошо. Как мы увидели, в целом к царапинам устойчиво, но в двух местах достаточно такие ярко выраженные царапины на этом стекле остались. Сказать, что это лучшее стекло из тех, которые мы уже протестировать, нельзя, потому что у нас были стекла, на которых вообще практически ничего не оставалось от царапин. Здесь осталось. А теперь проверим его на прочность. Снялось стекло хорошо. Это стекло особой крепостью не отличается, ну а мы идем дальше, у нас впереди 15D и 30D, может быть, эти стекла нас чем-то удивят. Наклеиваем. Затем, как наклеивается это стекло, было приятно наблюдать, прям буквально растеклось. Необходимо было помочь разгладе только чуть-чуть вверху и внизу. Стекло легло идеально. А теперь давайте проверим устойчивость к царапинам. Как мы видим, всего одна царапина осталась на экране, и это довольно-таки неплохой результат. Ну а теперь проверим стекло на прочность. Стекло сняли, оно осталось целым и было очень хорошо приклеено. В целом впечатление об этом стекле очень хорошее. По ощущениям оно крепче, чем предыдущие стекла, которые мы тестировали. Оно очень хорошо наклеилось, оно устойчиво к царапинам. А что еще нужно? Покрытие тоже у него идеальное. Но не сейчас. Подходим к финалу. Стекло 30D. Наклеиваем. Наклеено. Выглядит красивенько. Наклеилось очень хорошо. Практически само тоже растеклось. Приступаем к царапанию стекла. Пока мы наклеивали это стекло, попало немножко пыли. На экране здесь видно, но тем не менее, ни одной царапины. И это очень приятно. Тестируем дальше. Стекло было приклеено хорошо, снялось отлично, целое и невредимое. Ребята, чуть телефон уже не улетел. А стекло не бьется. Ура! Кажется, мы нашли. Нашли стекло, которое отлично приклеилось, которое вообще не царапается. И которое разбить надо было просто постараться. Скажу вам, что я не знаю, какое стекло сколько стоит. Это вы будете видеть уже в видеоролике цену на каждое стекло. Но при этом было интересно провести честный обзор, какие стекла и как себя прояжут. И вот это стекло, которое было в заключении во всех испытаниях, проявило себя на пятерку. В следующем видео у нас будет обзор топ-5 сетевых зарядных устройств. При помощи этих приборов мы выявим самое качественное зарядное устройство. Также мы разберем их, посмотрим, что у них внутри. Ну, все в нашем стиле. И почему это будет интересно? А потому что, выбирая качественное зарядное устройство, во-первых, оно будет служить долго, а во-вторых, не испортит ваш мобильный телефон. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь этим вы мотивируете нас и дальше снимать для вас интересный контент. А с вами был канал Техномастер. И до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok